Самое страшное было как-то первый день, когда это стрельба и так далее. Мысли ходили, а жить хочется, а жить хочется. А потом об этом еще и не думалось. А Венеру Прокопьевичу не было и 17 лет, когда его призвали в армию. Сначала он попал в учебный батальон в Вологодскую область. Там научился стрелять из всех видов оружия, кроме станкового пулемета. А в прямом смысле понюхать пороха довелось в Прибалтике летом 1944-го. Горелый танцы залез, поюхал, гарью пахнет, понимаешь, что делать. На фронте авенер Крюков был неделю, но если учесть, что бои шли ежедневно, а служил он в пехоте, это много. Ведь в этих войсках редко кому удавалось выжить. Потом с молодым солдатом случилась трагедия, по его ногам проехал танк. Троим однополчанам тогда оторвало конечности. Наш герой хоть и лечился долго в госпитале, но инвалидом не стал. Мы тут с мужиками сидели сбоку, танка ноги свечили немножко, а танк стоял под туполем, по дереву, раздернулся. Да, нам по ногам-то, по ним раздали. Вот меня и госпиталь запыхали. Легко еще оделось. И почему? Американские ботинки были. Американские ботинки, боже, вот такая толстая была. Я предполагаю, что у меня спахла подошва американских ботинок. Сын Авенира Прокопьевича считает, не произойди с отцом это несчастье, неизвестно, дожил бы он до глубоких седин. Он попал в госпиталь, когда ему ноги раздавило. А ребята-то пошли дальше, и в конечном итоге они попали под Кенигсберг. Ну, наверное, не надо объяснять, что творилось под Кенигсбергом в 44-м году. Из этого полка, как рассказывал товарищ его мне, из Шипецина, в живых осталось всего только 7 человек. Из 3 тысяч. После лечения солдаты направили на Карельский перешейк охранять границы от возможного нападения финнов. А в июне 1945-го Авениру Крюкову довелось поучаствовать в параде победы. Правда, не в Москве, а в Ленинграде. Прошли по Невскому, выше на Дворцовую площадь. Еще 12 лет после окончания Великой Отечественной Авенир Крюков отдал армии. Потом понял, что больше не хочет мотаться по гарнизонам. К тому же все армейские будни тогда с ним уже делили молодая жена и сын. Семья вернулась на север, в Котлас. Здесь Авенир Прокопьевич работал в торговле. Возглавлял мастерскую по ремонту холодильного оборудования. И везде на первое место отставник военный ставил дисциплину. У нас уже заведено было распорядок дня, подъем, отбой. Все по приказу командования. 89 лет ветерану исполнится в ноябре. Так что сегодня семья в сборе по другому поводу. Их отцу, дедушке, прадедушке вручили медаль в честь победы в Великой Отечественной войне. Ради которой он готов был отдать самое ценное – жизнь. Счастья в личной жизни.